Как МАГАТЭ улечила Россию во лжи? Очередной обмен пленными? Сколько украинцев вернулись домой? При каком условии Зеленский поедет на G20? Рада лишила мандатов нескольких депутатов. Шольц начал заигрывать с Россией? И почему МИД ФРГ просит своих граждан срочно покинуть Иран? Главные новости четверга 3 ноября. Коротко. Информируем о том, что важно. МАГАТЭ опровергла ложь РФ. После заявлений Кремля о якобы грязной бомбе в Украине, Киев пригласил специалистов МАГАТЭ с инспекцией. Сегодня они завершили проверки на трех объектах. Каких-либо признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов не обнаружили, заявил гендиректор МАГАТЭ Гросси. Запорожская АЭС полностью обесточена, заявили в Энергоатоме. Из-за вчерашних обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи АЭС с украинской энергосистемой. Сейчас станция работает на дизель-генераторах. Горючего хватит на 15 суток. Из Одесских портов сегодня вышли еще семь судов с украинским зерном, сообщили в Мининфраструктуры. 290 тысяч тонн продукции направляется в страны Азии и Европы. Накануне после переговоров с Эрдоганом Путин заявил о возвращении РФ к зерновой сделке. Мол, со стороны Украины были даны гарантии. В украинском МИД заявили, никаких новых обязательств Украина не брала. Заявление Москвы о гарантиях там назвали попыткой сохранить лицо. Сегодня состоялся новый обмен пленными между Украиной и РФ. Домой вернулись 107 украинских воинов. Из них 6 офицеров, также рядовые и сержанты. Среди освобожденных 74 защитника Азовстали. Президент Зеленский не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин. В то же время Украина готовится к предстоящему саммиту. Ранее президент Индонезии сообщил, участие на саммите G20 не подтвердили трое глав государств. Не назвал, какие, но обещал им позвонить. Глава МИД Кулеба заявил, что за атакой на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя стоят, цитата, «люди доброй воли». Заявление он сделал в интервью испанской радиостанции «Каденасер». Также Кулеба сказал, что Украина никогда не использовала зерновой коридор в военных целях. Верховная Рада сегодня приняла во втором чтении в целом госбюджет на 2023 год с рекордным дефицитом. Также уволила Алексея Чернышева с должности главы Минрегионбуда. Его называют фаворитом на должность главы НАК «Нафтогаза». Также парламент досрочно лишил мандатов двух депутатов – Рабиновича из запрещенной ОПЗЖ и Васильковского от «Слуги народа». Президент Турции Эрдоган заявил, что канцлер Германии Шольц изменил позицию по России и теперь выступает за поиск с ней общих позиций. Об этом он заявил в интервью турецким СМИ. Однако немецкое издание Deutsche Welle со ссылкой на правительство ФРГ пишет, что позиция Шольца по России прежняя. РФ должна вывести войска из Украины. МИД Германии призывает всех своих граждан немедленно покинуть Иран. В ведомстве предупредили о высоком риске быть арестованными, допрошенными и приговоренными к длительным срокам тюремного заключения. Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Однако ее полет был неудачным, заявляют южнокорейские военные. Это уже седьмой для Пхеньяна запуск такой ракеты за год. Произошел он на фоне опасений, что КНДР скоро может испытать ядерное оружие. Власти Северной Кореи это отрицают. И на днях даже обвинили США в якобы подготовке к ядерной войне.